Добрый вечер, сейчас посмотрим, пытаюсь делать, чтобы было чуть лучше видно, даже, может быть, слышно. Добрый вечер. Итак, вечер добрый. С вами уже я вижу в эфире. И я хочу сегодня поговорить с вами о зависти. О зависти и её разрушительной силе. А пока все потихонечку начинают собираться. Добрый вечер тем, кто уже пришёл. Да, так вот, пока все потихонечку начинают собираться, я, может быть, начну с майсы. Как-то за праздничным столом один из хасидов среднего рэбе встал, поднял стакан и произнёс, дай Бог, мне удостоится, истинной любви ко Всевышнему. Тогда встал средний рэбе, рэбе Ам-Инцаи, поднял свой стакан и сказал, дай Бог, мне удостоится, истинной любви к ближнему. И тут хасиды стали спорить, какая из любви, какая любовь, как правильно, правильно по-русски сказать, да, какая любовь важнее, какая любовь более правильная к Богу или к людям. И решили при случае спросить у алтер-рэбе. Алтер-рэбе сказал, что Всевышний сказал, и возлюбил я вас. Любящий Всевышнего не может не любить людей, не может не любить того, кого любит Бог Всевышний. И эти две любви — это одно и то же. То есть тот, кто говорит, что он любит Бога, но мы не видим в его поступках любви к человеку, к ближнему своему, на самом деле тот не любит и Всевышнего. А тот, кто проявляет любовь к Всевышнему, но говорит, что Бога нет, он на самом деле не любит и ближних. Поэтому надо понимать, что это одно и то же. Добрый вечер всем. И мы начинаем, продолжаем говорить про зависть. Интересно, что любовь и зависть — это практически два противоположных качества. Скажите, пожалуйста, вам нравится, когда вам завидуют? Ну, кому-нибудь нравится, что ему завидуют. Это хорошее или плохое качество? Знаете, возможно, что кто-нибудь даже скажет, да, мне нравится. Но большинство людей всё же, наверное, ответит отрицательно. Потому что, когда тебе завидуют, то от этих людей, которые тебе завидуют, обычно исходит негативная энергия. И что же такая зависть? Зависть как неудовольствие при виде чужого счастья или, наоборот, удовольствие от его же несчастья. От чего же она проистекает, эта зависть? Да, её энергия. Энергия, энергия её выходит, исходит от несовершенства, от несовершенства души. Тот, кто завидует красоте своего ближнего или его силе, или его богатства, чем он недоволен? Он недоволен тем, что ему присудил Всевышний. Если я кому-то завидую, я не знаю, приходилось ли вам завидовать или нет. Я, честно скажу, у меня были в жизни моменты. Сейчас уже, я понимаю, над ними работаю, если вдруг что-то такое бывает. Но были моменты, когда я чувствовала зависть, и тут я понимала, боже мой, ну зачем, почему я завидую? И я специально садилась и учила найти тем вещи, потому что, когда к тебе приходит это чувство, оно порождает у тебя в душе огромный некомфорт. То есть это как некая вообще болезнь. Человек, который завидует, это человек, который практически грабит самого себя, потому что он постоянно в мыслях, в каких-то сомнениях, он горюет, его вообще разум уменьшается. То есть все вещи, которые вокруг, они практически вытесняются. Поэтому я говорю, что это как болезнь. Когда ты только начинаешь думать, что у тебя плохо, а что у других хорошо, да. К сожалению, мы так устроены, что практически нет ни одного человека, который бы не завидовал никому в жизни. Ну, Всевышний вложил в нас это. И я хотела бы рассказать про несколько всемирно известных примеров зависти и того, к чему это привело, да. Чтобы понимать, к чему это может привести нам, какие вообще последствия есть нашей зависти, наших взглядов и так далее. Один из первых примеров – это то, что змей позавидовал Адаму, и в результате этого, что произошло, он привёл мир к смертности. Другой пример из Талмуда, где описывается, какие меры предпринимал величайший из пророков Машер Абейну, чтобы не двусмысленно, чтобы однозначно показать людям, что он никому не даёт предпочтения. Ему было сказано, Машер Абейну было сказано Всевышним, собери мне 70 мужей и старейшин Израиля, о которых ты знаешь, что они старейшины народа и надиратели его, и возьми их к шатру, где все должны собраться, и пусть они перестанут там с тобой. Как было выбрать для Муше этих 70 человек? У Машера была сложнейшая дилемма, сложнейшая проблема. То есть если бы он взял из каждого колена по 6 мужей, то двое из них было бы лишним. И как ему сказать, у кого-то взять 6, у кого-то не взять, как ему сказать, показать, что ты здесь годишься, что ты здесь не годишься, да? Если бы он взял по 5, то опять бы не хватило 10 человек, да? Если бы он взял, в общем, и так далее, и так далее, и так далее. Что же он делает? Он приглашает к себе 6 мужей из каждого колена и предлагает им тянуть жребий. Двое вытянули пустой билет, и тут Муше мог сказать, что, клятвенно даже заверить, что их неудача совершенно от него не зависит. То есть он никого не выбирал, он никого не предпочитал, и, соответственно, не будет никакой зависти. То есть Тура нас совершенно чётко предостерегает, показывает на всех этих примерах о том, что мы должны сделать абсолютно максимально всё, чтобы никто никому не завидовал. Как ещё один из примеров, это восстание Кораха против Муше. Оно чем было вызвано? Тот, кто знает Танах, может сказать, может рассказать это. Чем оно было вызвано? Оно было вызвано чувством зависти. То есть разделение Великого Царства Израиля, если вы помните, мы разделились на Иуду и Израиль, тоже произошло из-за чувства зависти. Талмуд предупреждает нас. Зависть, выждевление и тщеславие, они в губе человека являются причиной его гибели. И так написано в Перке. А сейчас наша недельная глава нам рассказывает про Иоакова, про нашего прадца Иоакова, который был в стране Египта 17 лет. И вот приблизились его дни, когда он должен идти в мир другой, когда он должен умереть. И тогда он позвал своего сына Юсефа. Иоакова пришел к нему с двумя своими детьми, Ифраем и Минаше. Иоакова приблизил к нему своих сыновей, Минаше справа от Иоакова, а Ифраема слева. Иаков обнял и поцеловал своих внуков и начал благословлять их. Но перед тем он скрестил вот таким образом, напротив, скрестил руки над их головой. Правую руку он возложил на голову Ифраема, младшего сына. А левую руку он возложил на голову Минаше, старшего сына. И благословил он Юсефа и сказал, Бог, перед которым ходили мои отцы Авраам и Ицхак, ангел, который спасал меня от всех бед, и благословит он юноши, и назовутся они моим именем, именем моих отцов. Авраама и Ицхак, и станут они многочисленные как рыбы. В чем вопрос? Яков благословляет своих внуков. Об их благословении относится также и к Юсефу. У кого есть дети, они прекрасно поймут, что нету большего благословения для отца, чем когда благословены его дети. Но Юсеф увидел, что его отец возложил правую руку на голову Ефраима и попытался переложить эту руку наоборот, на голову старшего сына Минаше. И тогда он сказал отцу, не так, отец, возложи правую руку на голову первенца. Представляете, сколько раз в нашей истории повторяется, я не могу сказать, это ошибка, да? Кто считает, кого первенца? Проблема первенца была всего. И вот это та самая кульминационная, та самая важная ситуация, когда Яков отвечает, я знаю, сын мой, я знаю, что Минаше вырастет и из него произойдет большой народ. И его брат тоже будет велик, и его семя даст начало многим народам. То есть Яков говорит Юсефу, чтобы оба его сына станут для Якова как сыновья. Мы знаем, что Ефраим и Минаше, они считаются коленом Израиля, да, и считаются как сыновья Якова при разделе земли и участков. Яков, он прекрасно знает, что такое зависть между братьями. Он видел, как братья Юсефа завидовали ему, когда он получил от отца в подарок полосатые одежды. Вы помните, весь этот сепур, весь этот рассказ, который происходил в предыдущей главе и к чему все это привело, то все, к сожалению, идет, шло от нашей зависти. И важно Якову сделать так, чтобы Минаше и Ефраим никогда не враждовали. И тут Яков выделяет младшего брата перед старшим. И видно, что Минаше только рад, он только рад за своего младшего брата Ефраима. Он не чувствует зависти, а чувствует, что это то, что хорошо его брату, а значит и хорошо ему. То есть Яков как бы говорит, нас учит, он нам передает, все не просто так записано в Торе, говорит, что я хочу, чтобы это были коленами Израиля, чтобы все были вместе. Я хочу, чтобы все мои потомки, это тот, моя сорта передачи того, что мы должны увидеть и услышать именно вот в этом предложении, чтобы все мои потомки брали с них пример братской любви. Так должны относиться друг к другу близкие люди и люди вообще. То есть они должны радоваться радости ближнего, а не завидовать. Если вы были в религиозных семьях, может быть, видели, по шаббатам отец благословляет своих детей, как и Фраима Минаше. И тут именно это самое толкование, чтобы вы всегда были дружными. У меня такой вопрос. Как нам защититься от зависти? Есть ли какая-то труфат пели, какое-то лекарство такое особенное, которое могло бы защитить нас от зависти? Ведь мы совершенно не представляем, кто нам может завидовать и когда, и в какой ситуации. Может быть, кто-то спросит или скажет, наоборот, что нам надо жить тише воды, ниже травы и постоянно прибедняться и постоянно делать так, чтобы, не дай Бог, говорят, ой, не дай Бог, надо не выделяться, чтобы нас не сглазили, надо, чтобы на нас не смотрели, надо, чтобы нам не завидовали. Кстати, некоторые так и поступают, они всё время жалуются и рассказывают о своих трудностях, когда на самом деле их жизнь вполне благополучна. Может быть, таким образом стараются люди защитить себя от каких-то недобрых взглядов или зависти, опять же, тому, что мы говорим. То есть, может, они думают, что лучше не обращать на себя внимания независтников или так далее. Но наш рецепт простой. Наш рецепт очень простой. Что мы сами не должны обращать абсолютно никакое внимание, не давать силы тому, кто нам завидует. Мы не должны их не осуждать, мы должны их не порицать. Мы должны только желать им добра. Иногда это бывает очень нелегко, но это единственный посетивный выход. Мы не можем бороться с тем, что кто-то про нас плохо говорит. Мы не можем бороться с тем, что кто-то плохо на нас смотрим. Мы не можем спастись от сплетен. Мы не можем спастись от того, что кому-то хочется что-то, что есть у нас. Мы не можем спастись от того, что где-то я в чём-то более удачен, че ли другой, или больше знаю, или, не знаю, платье есть какое-то, машина есть какая-то. Это невозможно, ты не можешь всё это спрятать. И даже если мы не подружимся с теми людьми, которые нам завидуют, но, по крайней мере, вы не будете носить в себе зла, мы не будем носить в себе зла, если кто-то нам завидует, мы не будем носить зла по отношению к этому человеку. То есть я знаю, что мой муж не согласен со мной в этом пункте, но я считаю, что доброе отношение к миру и пожелание людям добра, даже если этот человек тебе завидует, для нас является лучшей защитой. До сих пор мы с вами говорили о злой зависти. Вообще считается, что есть три вида зависти. На самом деле, конечно, может быть, есть много, но мы говорим по большому счёту такими глобальными как бы блоками. Это злая зависть, про которую только что я говорила, опасная зависть и хорошая зависть. То есть понятное дело, что кроме негативной зависти существуют подобные ему чувства, которые следует признать позитивным. То есть если я сказала, что Всевышний, я сказала вообще, это написано в Торе, что Всевышний сотворил такое качество человека, как зависть, значит, у нас есть с вами выбор, как им пользоваться, как практически с любым качеством, с любой вещью, которая у нас есть в жизни, мы можем выбрать. То есть мы должны сами в себе, в себе, я всегда говорю, что мы работаем с собой, ни в коем случае с другими, да, то есть про другим сказала, к их зависти мы относимся, относимся, мы к ним, к людям не к зависти, а к людям относимся с теплом, с уважением. Но в себе, в самом себе, в каждый человек должен очень жёстко и недвусмысленно осудить зависть. К чему? К богатству, к высокому положению, к каким-то красивым вещам. Если мы завидуем, что у кого-то есть что-то больше, да, надо самому в себе эту зависть осудить. Но есть та зависть, которую мы должны в себе поощрять. И что это за зависть? Это зависть, которая направлена на глубокое знание Торы или на добрые дела, на всё хорошее, что делает другой человек. Мы эту зависть должны поощрять в себе, да, и потому что сказано нам, что не завидуй грешникам и всегда пребывай в страхе Всевышнего. То есть зависть мудрецов, так написано в Талмуде, зависть мудрецов увеличивает мудрость. Если один мудрец заведует другому, что тут лучше знает, и начинает ещё больше работать, и ещё лучше учиться, и ещё больше сидеть и делать хорошие вещи для других людей, то это приносит в этот мир много чего хорошего. Талмуд учит нас, что мир не может существовать без записи. Без неё у нас не было никакого стимула чего-то достичь. Всё зависит от того, как мы используем эту зависть. То есть завидуйте, но правильным вещам. Нельзя говорить вам постоянно «это не делайте, это не делайте, это не делайте». Есть вещи в каждом поступке человека, есть подразделение, как я сказала, плохое – это когда мы завидуем, среднее – это когда мы что-то видим, и мы думаем, и не завидуем. Мы только видим у кого-то что-то, не завидуем. Нам просто вот просхаживают у нас в мыслях, «Ага, у него это есть, у него это есть». Интересно, каким образом он это достал? Мы ещё не завидуем, но у нас уже есть мысль о каких-то материальных ценностях другого человека, и в результате вот эта зависть средняя тоже может привести нас или к плохой зависти, или наоборот перевести нас в действия хорошие, когда мы действительно делаем хорошие вещи. Поэтому завидуйте правильным вещам, да, потому что материальное в один из дней оно выйдет из моды или окажется просто ненужным, а хорошие качества, хорошие поступки, они остаются навсегда, они остаются с нами. Поэтому энергию нашей зависти мы направляем на изменение себя в лучшую сторону. Важно помнить, что мир судят, это очень важная вещь, то, что я хочу сказать, я это говорю как бы в завершении урока, и мне важно, чтобы вы это услышали, что наш мир каждую секунду, каждую минуту судят по делам большинства, а каждого человека, потому что у него преобладают хорошие или плохие дела. Но в тот момент, когда ты исполняешь одну хорошую заповедь, одну заповедь, то весь мир склоняется в пользу хорошего. Одна твоя заповедь перевешивает в суждение о Мира Всевышнего в хорошую сторону. И наоборот, плохая, невыполненная запись или зависть, она склоняет весь мир, абсолютно весь земной шар, все человечества в плохую сторону. Поэтому делая какие-либо поступки, кому-либо завидуя, что-либо хотя, говоря плохие слова про других, помните о том, что в данную секунду происходит в мире. Ответственность на каждом из нас. Хорошего вам недели, чтобы удалось работать над собой, чтобы были силы, желания, чтобы у каждого из вас в жизни были возможности только для хороших дел, чтобы Всевышний вас сталкивал с возможностью хороших дел. И хорошей недели, всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok